Казахстан должен стать гаванью для офисов крупнейших IT-компаний. А марка сделана в Казахстане знаком лучшего качества. С таким призывом обратился сегодня президент страны к участникам церемонии награждения лауреатов премии Алтын Сапа и Парыс. В этом году участие в конкурсе приняло более 200 человек. Кимур Сапар расскажет об этом подробнее. На сцене столичного конгресс-центра сегодня лучшие из лучших заявок на соискание премии Парыс и Алтын Сапа. В этот раз подали больше 200 человек. И все они представители бизнеса, которые вносят огромную лепту в развитие страны. Доля малого и среднего бизнеса в Казахстане уже превысила 36% ВВП, отметил президент, обращаясь к участникам церемонии. Число людей, работающих в этой области, достигло больше 4 миллионов, что составляет 45% трудоспособных граждан страны. Работа по индустриализации ведется в последние годы высокими темпами. В прошлом году объем экспорта, обрабатывающей промышленности, превысил 26 миллиардов долларов. Это рекордный показатель. В прошлом году в эту отрасль привлечено 1,5 триллиона тенге инвестиций. К слову, Касым Жамартукаев в своей речи делал акцент на инвестиции неоднократно. В стране уже поставлена амбициозная задача к 2029 году увеличить объем национальной экономики в два раза, до 450 миллиардов долларов. Необходимо запустить новый инвестиционный цикл, который станет важным элементом экономического роста нашей страны. На прошлой неделе я подписал указ о мерах по повышению эффективности работы по привлечению инвестиций. Теперь деятельность инвестиционного штаба будет нацелена на своевременную и беспрепятственную реализацию проектов. Штаб получил право разрабатывать нормативные правовые акты, имеющие силу закона. Сила закона направлена против давления на бизнес, уголовных дел в сфере. Предпринимательство стало в два раза меньше. В пять раз сократилось число уголовных производств, прекращенных по реабилитирующим основаниям. Инвесторов сопровождают прокуроры, а государство работает с ними в так называемом «зеленом коридоре». При этом, конечно, про спрос и контроль никто не должен забывать. На днях по моему поручению успешно решился вопрос перехода каргандинского металлургического комбината в собственность казахстанской компании. Теперь задача правительства оказать ей содействие, то есть этой казахстанской компании, особенно на начальном этапе работы, а затем спрос с нового собственника будет очень жесткий. Череда аварий на объектах жизнеобеспечения в разных регионах четко обозначила острую необходимость модернизации инженерной и энергетической инфраструктуры по всей стране. В заключении Касамжо Мартукаев заявил, что Казахстану пора стать нацией, которая не только учится и потребляет, но может научить других производить. Марка сделана в Казахстане, должна стать символом самого высокого качества, символом лучшей продукции, заявил президент. В этом собственно и заключается главная цель конкурса Алтнсапа. При этом представители бизнеса должны глубоко осознавать ответственность перед населением. Честный гражданин Адал Азамат думает не только о собственном благополучии, он также заботится о родном крае, в котором работает. Именно такие предприниматели должны получать поддержку и признание общества. В этом году участники конкурса приняли активное участие в различных социальных проектах. На благотворительные цели передано около 80 миллиардов тенге. Создано более 6 тысяч новых рабочих мест. Сейчас разрабатывается новый налоговый кодекс, который оптимизирует налоговые платежи как минимум на 20%. В свою очередь это даст предпринимателям больше возможности развивать свой бизнес и помогать обществу. Тимур Сапар, Жандос Бетабаров, Алмаз Умаргалеев. При поддержке телерадиокомплекса президента 24КЗ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова